Здравствуйте, дорогие друзья! И где я нахожусь? Мы едем в Канаду. Это наша первая остановка на кофе. Мы еще в Америке. Зашли в Макдональдс. Такой приятный, приятный. Туалетик с музыкой. Смотрите, какие двери. А это район Саратога-Спринц уже. После туалета мы зашли взять себе кофе. Чего это холодно? Непонятно. Холодное? У тебя есть бутерброд. В общем, молоко закончилось. Кофе закончилось. И вот эти штучки, они должны быть горячие. Они не горячие. Какая-то пицца непонятная. Дежурная улыбка. Это 7-11. Это мы район Саратога. И сразу тут лошади. У нас в Бруклине лучше было 7-11. Мы едем в Монреаль, люди. Погодка распогодилась. С утра было немного пасмурно и холодно. Я вам приблизила гору. Красивые места тут. Мы едем. Попробуйте, погуляйте по тому лесочку. Хайкин. Да, только хайкать можно. Лазить по горам. Это в Америке называется хайкин. И вот это area Lake George. Lake George это большое-большое озеро. Это было наше первое путешествие, когда мы с Владиком приехали в Америку. У нас не было еще машины. Это был 2005 год. И мы поехали на автобусе на Lake George. смотри. до меня зашло, почему три линии, да? Почему три линии? Смотри, самое крайнее правое. Это для тех, кто едет медленнее, чем другие. Среднее, это со средней скоростью. не обгоняешь это люди ненормальные. Покажу вам машина такого болотного военного цвета. Я только сейчас поняла, что я первый раз вижу цвет машины такой. Не встречалась. Такая красота везде хвойные леса. И мы едем в Канаду. Таун оф Честер. Ну, конечно, надо сворачивать во все городки. Мы не проезжаем как бы через города. мы проезжаем возле. Ну, да, возле. В основном хвойные леса. Хвойные. Вот там красота. Вот мы едем и вокруг нас горы с лесами. а я вот думаю, как это, кто и когда это все прокладывал. А мы пользуемся вот такой прелестью, вот такими удобствами. Там внизу обрывы с хвойными деревьями. Ну, это все одирундакские горы. тут очень много озер тоже. Всяких кемпингов мы проехали кемпинг, где вот эти домики на колесах. Как они называются? Эти все штучки. Ну, короче, прицепы на колесах. Мобильные мобайл хом называют. Мобильный дом. трейлер, да, вот если поедешь направо, выйдешь на озеро. Ну, везде съезды и так далее. смотришь на эту всю красоту и размышляешь о вечном. там там еще какие-то домики просвечиваются тоже. Прям нависает над тобой. Ну, тут можно остановиться сбоку кому надо и туда опять въезд на отдых рейстинг кэрре. Хочу немного, чтобы вы проехались со мной по такой дороге. Эта дорога прямо ведет в Канаду, в Монреаль. Монреаль и Квебек это французская Канада. Вот мы едем во французскую Канаду. И считайте, что во Францию. В некоем роде нам повезло, что мы живем недалеко. До Монреаля грубо говоря 4 часа езды, а до Квебека 6 часов. Но мы побываем и там, и там. представьте, если мы бы жили в городе Нью-Йорк, то нам бы пришлось добираться 8 часов до Монреаля, если не больше, и 10 часов до Квебека. это да, люди. Это не очень-то приятненько. вдалеке еще более высокая гора, видите? Мы сейчас спускаемся вниз. Мы уже как бы проехали самую высокую точку. и у нас тут везде таблички встречались о том, что будет следующий понедельник 8 апреля будет солнечное затмение. Вот так-то. Будем наблюдать солнечное затмение в Америке. вдалеке еще более высокая гора, видите? Мы сейчас спускаемся вниз. Мы уже как бы проехали самую высокую точку. и у нас тут везде таблички встречались о том, что будет следующий понедельник 8 апреля будет солнечное затмение. Вот так-то. Будем наблюдать солнечное затмение в Америке. Смотрите, еще замороженные маленькие скалы. да, природа красивая, красивая. Какой-то Элизабеттаун Вестпорт. А вот там наверху мотельчик белеет маленькая гостиничка. приезжай, останавливайся и гуляй по такой красоте. Да, красивые места у нас в штате Нью-Йорк. горы колес люди. Еле успела вам включить. Горы колес. Это наверное ферма. мы приехали на море. На самом деле мы даже не ожидали увидеть такое прекрасное озеро. Это действительно озеро как море. Смотри. Бескрайнее. Не знаем название. Берег неплохой. Да, песочек тут еще. и типа даже загорать можно, но тут оно скорее всего разливается. Вот там коса. Вау. Мы заехали просто вот сюда в Макдональдс в туалет. Нам еще час ехать до Канады. Посмотри, вот там какие-то тоже пляжи наверное. Там какой-то кран строится. а там вдалеке какая гора. Вау. Я сейчас снимаю против солнца людей и ничего не вижу. Ой. Смотри. Волны. На берег давно забытый звук. Смотри, как хорошо тут, да? И тут есть гостиничка. Гостиничка есть, я думаю, такая не замерзла. Недорогая. Уйдем в туалет, сходим. Фу, как запах какого-то пережаренного, да? Ужас. А вон у людей домик симпатичный прям на берегу серого цвета. Красота. Сюда даже можно отдыхать, приезжать. Не думаю, что это таки пляж-пляж, но где-то тут есть пляж. Наверное, вон в той стороне. Какое умиротворение. Так, ну все, посмотрели такую красоту, будем двигаться дальше. Вот мы заходили в Макдональдс просто в туалет. съехали с дороги и прибыли на такое прекрасное озеро. Голденгейт. Голденгейт. Какая-то гостиница и вот это, наверное, подороже. А, нет, это докторские офисы. Интересно, что это за местность? выезжаем обратно на дорогу. Вот тут такая аэрея. Мотельчик, тут рестораны всякие. А вот с той стороны там пляж на том огромном озере. Сити бич кемпсайд. Сити бич, а вот еще одна гостиница, пожалуйста. тут наверное летом полно отдыхающих. Вот сюда нам, да. Тут полно отдыхающих, да, точно. Нам прямо Канада кастом. Вот мы подъезжаем к канадской границе. Первый раз мы едем в жизни в Канаду. US Export Control. Вон там видите граница. Ну мы сейчас подъедем и я выключусь, потому что надо будет паспорта доставать и так далее. Вот она канадская граница люди. Keep Left написано. Вот очки. Свершилось. это вот это вот проверяют въезд в Америку, а вот там въезд в Канаду. Ой, ты посмотри, какая очередь, ёлки. Вау. Оказывается, американцы чего-то не пускают. смотрите, смотрите, какая очередь к нам в Америку. Ну капец. Это мы что, будем стоять столько потом? Ну ладно, в общем, я отключаюсь. в Америку. В Америку в Америку в Америку Мы догадались, темненькая девушка, молодая, спросила, кем вы работаете. Дальше спросила, за сколько времени вы стали планировать поездку. Я назвала ей гостиницы, которые мы уже заказали, кто будет с нами и так далее. И вот тут люди, все на французском языке, потому что это Канада, куда мы въезжаем, она французская. И дальше многих людей завернули, не пустили. И стоят еще машины, я видела с детьми, на проверке. Попросила нас открыть заднее стекло, ну и посмотрела, что у нас там находится. В общем, канадская граница, не просто так поле перейти, граница. Так что спросила, сколько вы будете находиться. Ну мы будем находиться три дня в общей сложности. Так что вот едем в Монреаль, и ехать нам еще 44 минуты. Всем пока, до следующего видео.